всех приветствую на своем канале это видео будет посвящено обзору моих вкусняшек которые покупала неделю назад несколько дней назад и примерно в это время вообще планировалось оно где-то неделю назад записаться но я жутко заболела сейчас я уже более-менее так говарливая и не чихая не кашляю каждые пять минут в общем если вам интересно это видео то оставайтесь со мной начну я пожалуй свой обзор я хотел вообще сделать отдельный обзор о да кофе бушина но решила уже что все таки тут поднабралось всего такого и плюс еще один пустой пакетик чайный то надо наверно это все объединить тут вот кофе шоколад соответственно чай в общем у меня был как-то лайт катана которая рекламена возможную год назад уже потом оригинал катана кстати она еще не закончилась там осталось буквально ну вот столичка где-то там одна шестая или одна седьмая но еще чашек на пять на шесть наверное хватит в общем это у нас черная катана больше до блэк катана крепкий ароматная рабика изначально как мы понимаем японский но в общем в филиале и швейцарии сделано швейцарии 100 грамм сроком жизни до августа девятнадцатого аж года написано что надо одну две чайные ложки я что-то подумала что черная катана наверное написано крепкий значит ну хватит одной ложки одной ложки было мало чем получилось у меня нет там добавляла действительно две чайных ложки можно сказать чуть меньше чем две чайных ложки полторы но соответственно как обычно ароматный кофе и да я его соответственно но стоит вот сегодня я заходила с машкой своей подружкой на магазин на ростовской нас есть такой фанасий и там он стоит 515 рублей я покупала за 442 плюс ну там еще были роллы и кстати все волоски елут эти роллы там приводит небольшими партиями у нас этот атрус и мне сделали мало того что он был по скидке и она мне обошлось бы все вместе с ролами но где-то рублей 600 чем-то не еще делал скидку сам магазин где-то 58 рублей с копейками у меня все это обошло в 525 рублей роллов соответственно уже не в том что было неделю назад и соответственно их давно уже слопала а кофе осталось вот такая тут была крышечка я не помню какая смысле но пленочка какая пленочка была на других банках все у меня оригинал катана стоит тут шкафу но я читаю не достал он примерно похож но вот допустим light он более светлый я надеюсь там видно этот цвет его шум такими кубичками он растворим и но еще попутно сублимированный внутри я так понимаю этих сублимировал точному смысле сублимированные растворимы но с молотом внутри внутри вот этих кусочков и так понимаю какие-то молотые части есть ну в общем ароматный действительно когда написано крепкий но конечно я на тот момент не ходила спать поэтому извиняюсь он меня не особо взбодрил хотя тогда была с температурой поэтому я думаю что это скорее все дело было в температуре что я врубалась последние первые три дня я вообще в основном дрыхла даже на улице не было для меня это дико потому что вот так именно я болел очень давно обычная даже если я болею даже с температурой ну меньше чем то которая была и я все равно пытаюсь выходить на улицу я дрыхла 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 и меня этот кофе ну особо так и не разбозрил но без температуры я думаю он очень хороший в общем если вы любите кофе от такой крутой и вам не жалко саба не должен на него потратиться вообще такой пачечки вот 100 грамм даже если каждый день его пить и не по разу менее он и прилично хватило то меня то бабочка стоял мне где-то на полгода хватило при том что пили не только я потому что еще у нас там кто не приходил те же самые сиделки и но упивалась я не залила в этот разбудимый к себе подно чтобы заметить время кстати потом я купила себе вот но он уже обрезанный я хотела сразу обозреть но я уже говорил почему не получилось сразу вообще покупала магните за 150 160 чуть не помню горячий шоколад классический по составу тут у нас в общем растворимый какао напиток горячий шоколад фаворит сахарная пудра какао порошок кокосовые растительные сливки ванилин и поваренная соль я считаю что нормальный состав ну что общалась я тут с одним товарищем из нашей команды и он что-то мне тережил про кокосовые сливки или кокосовое масло что такое но если есть кокосовое молоко то наверное из этого молока делают кокосовые сливки очень очень вкусно знаете по вкусу напоминает тут как мама у меня в детстве дела не знаю как ваша мама вообще ваши предки родители смысле родственники мама если моем делала мне ну вообще не только мне такие трюфели конфетки она брала или детское сухопитание или сухое молоко потом значит какао там был порошок и мороженое все это смешивала возможно колонтия переселивание тоже это сделал возможно должна камера но это не факт в общем по вкусу она напоминает те вот эти конфетки трюфельки я не знаю будет там видно или нет очень вкусно по мне тут этим может быть ванилинчиком возможно и кокосовыми сливками в общем его можно смешивать с водой в основном залить содержимое 150 180 миллилитров горячей воды желательно кипящей ну и 45 чайных ложек на соответственно 150 180 миллилитров я нажила 7 чайных ложек на свою чашку в 300 миллилитров и добавляла чуть-чуть потом еще молочка чисто так разбавить но даже без молока он вот видно как вы знаете вы варите какао на молоке а точно такой же по по цвету по вкусу очень вкусно она густая ну соответственно я ждала то горячий шоколад горячий шоколад моем понимании это густой такой шоколад шоколад топленый горячий получилось действительно густой но в общем потом меня и его не осиливает все 300 миллилитров он очень сытный мне осталось вот столько наверное там из из этого стока ну где-то 1 3 у мне осталось и практически все это 1 3 результате было не растворившийся какао потом я делала у меня тут код где-то бегает и что-то он по ходу дела своротил потому что были такие звуки не знаю будут лишь слышно ну буянит короче говоря я потом дело на маленькую чашку дело уже 5 чайных ложек частично с горкой на 150 миллилитров очень очень густой такой просто на воде иногда добавляла молоко очень вкусно знаете так насыщается особенно когда вы болеете есть ничего не хочется хоть что-то данная сеть потому что таблетки от горла или от простуды они после еды принимаются в общем вот такой какао я его брала в магните на самом деле она неудавно заглядывалась но что-то меня смущали эти кокосовые растительные сливки и тут я все-таки взяла так это на автопилоте попробовать зашла не помню зачем купила соответственно совершенно не то ну и сделал кстати в питере чикарич 3w . но это 3w перед чико и руку 3 название в общем вот такое вот у меня какая ему держу вот в этом пакетике потому что вообще его там пакетик обрезала и из него просто на скотче держалась на тело немножко высыпалась просто потом пакетик убрала чтобы если уж высыпалась то хотя бы в пакетик да и сам по себе сухой как сухой порошок он тоже очень вкусный но я все-таки его предпочитаю пить в растворимом виде потом мне вот такое кажется было от алены он привет тебе если смотришь меня присылала на мне несколько таких пакетиков по-моему от нее и девчонки путаю то извините там ну пометите в каменках допустим там напишем то нет это я тебя послал они кто-то другой в общем вот такие пакетики я купила тут 10 штук буквально на днях когда нам среду ходила на репетицию у нас библиотеку на этот на диатор книги наш зашла в магазин дикси напротив и смотрю там по скидке 69 рублей с копейками такое чудо причем она последняя дома последняя коробочка на том я ее уже пила думаю почему бы и не взять но соответственно я взяла вот сравнению с этим вот один пакетик там на сколько-то миллилитров до сколько тут у нас миллилитров на 150 миллилитров такой пакетик жидкая какао вот это клёво вот это вкусное но у меня правда придут на все такое чтоб максимум максимум густой особенность это какао и тогда же я купила себе набор трех шоколадок там был по-моему по 159 копейками 159 90 что ли 2 в общем набор 2 шоколада плюс 1 подарок вот так они выглядели лучше это покупала среду да сегодня у нас что пятница получается по шоколадке в сутки на вот такая шоколадка была очень-очень вкусная мне это очень понравилось я думаю но я не знаю может кто-то не видел называется новинка но это вообще такой слоу кок точнее в таком танке такой тормоз что для меня то может она и новинка это кокос пористый молочный шоколад тут еще фундук указывался на составе вообще неплохой состав мне как шоколадки минута вообще с хорошим каким составом не он даже больше нравится по составу чем даже допустим бабаевский тут 97 грамм она действительно была хуристая вот такими вот как бы кружочками причем что на кружочками я ее ела так вот это как колбасой на язык да это бутерброд то я ее кверх ногами держала и только уже когда у меня чуть-чуть оставалась с только переписывалась вконтакте пишу игру представляешь она действительно вот такими пористыми кружочками очень вкусная шоколадка может мне просто хотелось молочного шоколада может быть что-то еще но она действительно очень вкусно она у меня ушла за целый день за один день за вечер я не знаю еще с чаем так лоп 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 и она ушла в общем если что я вам ее советую если я сама я не увижу в общем наборе мне кажется нормально это грубо говоря 160 рублей на три шоколадки это куда потом буквально сегодня у меня закончилась вчера началась у меня закончила но я думаю вы и так ее знаете это не новинка это милка карамель мне очень нравится ну соответственно тоже молочная 90 грамм и вот у меня осталось просто молочная милка вот столько практически полная шоколадка тоже 90 грамм вот столько вот столичка я съела вот столичка осталось практически полная все ну и последнее о чем хочу рассказать это у меня закончился чай с конца ты китайская сэнча люди не покупайте китайскую сэнчу люди покупайте японскую сэнчу если сэнча то она должна быть в японии все таки сделана потому что хоть она и как мы с машей как-то обсуждали что форма так чая да там еще вид чая сделанный такой уже вот как он делается в японии то решили также сделать китай я не помню за как сэнча выглядела там которая заваривала когда-то японскую еще она была там в хилтоне по-моему была такая или хилтоп как-то фирма такая называется это было сэнча липа ромашка что-то еще и она реально вот он такое хорошее крутое заварки 2 или 3 она держала и сама по себе сэнча она травянистая вот если приходите в какой-нибудь ресторан в кафе заказываете эту сэнчу вот у нас допустим выключаясь кафе орхидея welcome to hell погуляем посидим пожжем пиццу запьем ее сэнчей она действительно сэнча и она такая действительно травянистая это очень смутно напоминала сэнчу травянистую хоть по виду и похоже было на сэнчу и она выдерживает только одну заварку сколько не закидывай в чайник 2 ложки 3 ложки я иногда уже просто наоборот открывала и высыпала сколько есть она все равно выдерживает только одну заварку хоть тут и написано зеленый китайский чай сэнча напиток обладает свежим травянистым вкусом с ноткой виноградной косточки. Не знаю, какой именно косточки и где она у них обладает, но травянистым вкусом она совершенно не обладала. Обычно такой зеленый чай, средненький. Учитывая, сколько оно в Кантате стоит, это не стоит ваших денег. Это фигня. Ну и настой оливково-золотистого цвета с приятной освежающей прохладой и марсинистым послевкусием. Ничего такого я там не увидела. Я не знаю, под каким пищевым продуктом они вот это писали. Заваривать 75-85. Я заваривала, вот вскипел у меня чайник, ну там сколько-то постояло, ну где-то 90 градусов я заваривала, 90 градусов, 95 где-то так градусов. И настаивала 1-3 минуты. Ну у меня может настаивалось 5 минут. Ну может меньше. В чашке заваривала, в чайнике заваривала. Эффект один и тот же. Ну вот чисто попить с шоколадкой чаек там. Но чтобы такого восторга я не наблюдала. В общем, вот такой у меня обзор. Кстати, вот такой у меня чайник. Любители чайничков и чайник. Ну может кто хочет, пошлю. В поменяшки или так. Так, ну и в общем на этом все. Я надеюсь, я уложилась в свое время. Извиняюсь, если я говорила быстро. Но когда я говорю быстро, мне меньше хочется чихать и кашлять. В общем, если вы досмотрели меня до конца, получили какие-то там эмоции, там подобное, что-то узнали, допустим, не будете после меня покупать вот этот чай, потому что знаете, что он никакой. Или захотите купить вот такую шоколадку, потому что она очень вкусная. Ну, если я ее слопала буквально за 2-3 часа, то она действительно очень вкусная. В общем, всем спасибо за просмотр еще раз. Пишите комменты, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok